Привет, меня зовут Никита, компания Кибербрейн. И сегодня мы продолжаем разговаривать про атрибуцию и обсудим такую интереснейшую тему, как батл двух моделей, а именно Вектор Шепли и Цепи Маркова. На данный момент на рынке это две самые используемые data-driven модели, которые чаще всего появляются на радарах, чаще всего используются в разных сервисах и разными компаниями. У нас много в последнее время появляется запросов на то, чтобы рассказать, как одна модель отличается от другой и почему в своей работе для расчета сложных компаний, где присутствует множество каналов, в том числе медийных, перформансных, прямых компаний, мы используем именно Вектор Шепли. И вот сегодня мы с вами разберемся, почему в определенных случаях лучше использовать одну модель, в определенных случаях другую. Давайте вспомним, что такое атрибуция и какие стандартные модели мы с вами видим. Вот у нас на примере разобран Last Touch. Это стандартная модель, которую вы получаете в Яндекс.Метрике, когда выгружаете какие-либо отчеты, либо когда смотрите в интерфейс. Что же мы с вами здесь видим? У нас есть пользователь, который увидел рекламное сообщение в РБК, дальше провзаимодействовал с MyTarget, который сейчас постепенно превращается в ВК, просто посерфил в интернете, зашел в YouTube, который мы сейчас контролировать не можем, потому что у нас нет DCM. И дальше заходит, например, в поиск Яндекса, вбивает интересующему товар, который он уже знает благодаря предыдущим касаниям с рекламными и нерекламными сообщениями и совершает покупку. По стандартной модели атрибуции Last Touch, вся ценность, все 100 рублей, которые мы заработали, уйдут именно в Яндекс.Директ. Мы с вами видим, что есть другие каналы, которые сформировали интерес, сформировали знания, сформировали вообще понимание потребителя о том, что товары или услуга существуют. Но тем не менее мы это игнорируем и всю ценность отдаем Яндекс.Директу. В таком случае мы не можем с вами адекватно понимать, а куда нам нужно направлять наши финансы и как на самом деле работают каналы в связке и вообще насколько они эффективны, если мы пытаемся оценить нашу всю рекламную кампанию с точки зрения рентабельности. Что же есть как альтернатива? Здесь я показываю вам модель Шепли, но на самом деле это любая Data Driven модель выглядит следующим образом. То есть тот же самый пользователь, те же самые заработанные 100 рублей, тоже та же самая конверсия, которую мы получили, но, как вы видите, здесь мы распределили полученный доход между участниками нашего пути по определенной логике. Вот о том, как эта логика работает, как мы получаем 10 рублей для РБК, 15 для MyTarget, я сейчас вам и расскажу на примере двух, как я уже сказал, самых часто используемых моделей Марков и Шепли. Давайте перейдем к модели Маркова. Первое, что хочется сразу сказать. Почему модель Маркова имеет такую прекрасную известность на рынке, и почему она часто используется? Изначально все пошло от чего? По крайней мере, я буду говорить про рынок СНГ. Все пошло от того, что в сети есть готовый пакет на языке R, который каждый может скачать, и при минимальном знании R, при минимальном знании SQL, на своих предобработанных данных посчитать атрибуцию. Вся популярность модели прежде всего связана с ее высокой доступностью, то есть не нужно быть Data Science специалистом, не нужно быть Data Engineer, DevOps в одном лице, для того, чтобы на своих данных посчитать модель и получить результат. Это всегда очень заманчиво, когда ты можешь со старта, с небольшими вложениями, проверить, а вообще работает ли этот подход, вообще нужна ли тебе Data Driven атрибуция, потому что это достаточно сложный инструмент, и ходить там выбивать деньги у руководства, или вообще пробивать этот проект достаточно сложно. А когда вы можете практически в одиночку сделать первый шаг, получить результаты, с ним пойти уже доказывать эффективность этого решения и пытаться его внедрять в работу, там, например, маркетингового отдела, отдела аналитики, это всегда очень круто. И это большой плюс модели, что она доступна для того, чтобы начать с ней работать, не нужно быть в Under Kingdom, там, семипядью в лбу, достаточно, достаточно базовых знаний, чтобы ее попробовать. В этом, прежде всего, заключается ее такой большой плюс. При этом нельзя забывать, что Марков, как модель математическая, она не настолько зависима от ваших ресурсов. То есть для ее расчета на довольно больших данных не нужно иметь сервер. Можно это все еще сделать на своем компьютере. И это тоже большой плюс, потому что вам не нужно разворачивать инфраструктуру. Вам достаточно того, что есть у вас. У вас есть своя рабочая машинка, и вы на ней можете простыми инструментами уже что-то собрать. Давайте теперь поговорим о том же, как она работает. У нас с вами есть, надеюсь, всем полюбившийся наш персонаж, Антонио Бандерас, который все так же покупает прекрасный Феррари. Рассмотрим его путь. У нас с вами есть два объединенных сета данных. Это выгрузка из Яндекс.Метрики плюс выгрузка из Адривер. Я специально буду разбирать работу модели на склеенных данных между медийными и перформанс-инструментами, потому что с перформанс-инструментами все на порядок проще. Там любая модель будет работать хорошо. А основные различия и боли появляются, когда мы с вами пытаемся объединить в сет, то есть в один набор данных, медийные инструменты и перформансные. Вот тогда начинается основное веселье. В чем же это веселье заключается? Первое. Мы с вами видим, что путь Антонио Бандераса был ровно один месяц. 1 сентября он впервые увидел новую модель Феррари. 30 сентября он уже ее купил. И что же мы видим? Мы видим наш стандартный, нормальный, понятный путь, когда у нас есть охватный, посевной инструмент в виде MyTarget, который сейчас превращается в ВК. Что же мы видим? У нас есть первый показ MyTarget, второй, третий, четвертый, пятый. То есть нормальная ситуация, там стояло ограничение 6, 5 отработал. Потом он же видит, например, карусель ВК с тем же предложением. И у нас первый показ, второй показ. У него сформировалось знание, сформировалась потребность. Он уже понимает, хочу, но сейчас не готов, что-то отвлекло. И еще через день он заходит уже в поиск, вбивая интересующую машину и по контексту, потому что он не понимает, контекст это или органика, потому что сейчас это все очень сильно для пользователя перемешано, заходит на сайт, оставляет заявку на тест-драйв, проходит тест-драйв, покупает. Первое, на что обращу внимание, Марков воспринимает цепочку как набор последовательных шагов, последовательных действий. То есть для него важна и позиция, что, например, вот этот MyTarget находится на первом месте, а ВК находится на шестом, а Яндекс.Директ последний. Ему важна последовательность, в которой расположены эти элементы в цепочке. Ему важно понимать каждый тип касания. Показ, клик. Что же делать? Как же работает Марков? Я сейчас, понятное дело, буду упрощать, потому что формула не такая простая, как я вам сейчас буду объяснять, но нам сейчас, для того, чтобы разобраться в концепции работы модели, этого, в принципе, не нужно. Что делать Марков? Марков вероятностная модель, то есть сколько раз вы посчитаете, столько раз разные варианты вы получите, поэтому иногда в Марков используется усреднение расчетов. Это достаточно дорогая операция, потому что много раз надо посчитать, поэтому к этому прибегают далеко не всегда, но тем не менее прибегают. Что же мы с вами получаем? Зачем я вот ввел такой белую область? Что делает Марков? Марков рассуждает следующим образом. Так как он вероятностная модель, он для себя пытается ответить на вопрос, что будет, если, что будет, если убрать какой-то канал, какое-то взаимодействие? И он это делает. Он убирает первые элементы с цепочки, задает себе вопрос, возможно ли, что Антонио Бандера совершит конверсию в виде покупки Феррари, если в цепочке, которая у него физически была, не было бы первого элемента, то есть первого показа, первого сентября, My Target. Там достаточно сложная логика, как он высчитывает, но упрощу и скажу, что он подбрасывает монетку и принимает решение 50 на 50, либо да, либо нет. Что происходит дальше? Он убирает второй элемент в цепочке, задает себе тот же самый вопрос, а возможно ли существование этой цепочки, насколько вероятно, что конверсия произойдет, если не будет второго элемента. И он себе, опять же, рассчитывает эту вероятность. Здесь она уже не будет 50 на 50. И так он делает поступательно с каждым элементом, задавая себе вопрос. Здесь у Маркова появляются две проблемы. Проблема номер 1. Чаще всего первый элемент в цепочке будет получать больший вес, чем любой другой. Почему? Потому что здесь идет угадайка, либо да, либо нет. И поэтому чаще всего первый канал получает больше внимания. И поэтому медика, которая, если вы ее делаете охватной, и ее задача открывать вам новых пользователей, будет априори в таких цепях, где она первая получает больший вес. Несмотря ни на что. То есть это у вас такой first touch, то есть где вы очень много даете первому каналу. Опять же, там есть определенные нюансы, что это не всегда так, но в большинстве случаев именно такой эффект присутствует. Первый канал, первое касание получает больше вес. Следующее. Так как она обсчитывает вероятность перехода с шага на шаг, она суммирует вес шагов одного и того же канала. То есть у нас здесь с вами пять май таргетов. Вот вес пятерых марков просуммирует. Почему это проблема? И почему я говорю, что когда мы с вами рассматриваем датдривен модели, очень важно понимать, что они по-разному работают с разным набором данных. И когда мы говорим про медийные каналы, которые совместно работают с перфомансами, у них есть свои свойства. Это свойство большого количества встречаемости в цепочках. Потому что если мы с вами делаем медику, мы делаем там большие охваты, мы делаем там частоты. Там при средней частоте там в 4,6. Вот здесь мы показываем 5. Вот эти все 5 элементов будут просуммированы. И вес май таргета априори будет больше, чем в ВК и Яндекс Директ, несмотря ни на что. Даже если май таргет условно показывался впустую и не сформировал никакого знания, он тем не менее получит больший вес в этой цепочке. И это вот так. И тут получается, у нас суммируется 2 эффекта. Во-первых, май таргет первый, во-вторых, их здесь 5. И он получит овер много веса, который он, возможно, и не заслуживает. То есть здесь идет перевзвешивание канала, его существенная переоценка, не оглядываясь на какие-то другие факторы, которые присутствуют. И это очень большая проблема, когда мы говорим про такие сложные многоканальные компании, потому что очень много больших клиентов в России столкнулись с проблемой, что когда они используют марковых, у них получается так, что медика, не будем ее раскладывать, на брендформанс, охватные и так далее, что в целом медика это лучший канал, в который нужно вкладывать вообще чуть ли не все, что есть. что естественно не подтверждается бизнесом, не подтверждается отключением медики и оценкой того, как у нас с вами выглядит результат после ее исключения, оно боем не подтверждается. Это важно. Опять же, марков прекрасно подходит, если вы хотите стартануть, прекрасно подходит, если у вас только перформанс, прекрасно подходит, если у вас медики мало и перформанс основной превалирующий источник получения трафика лидов, тогда марков прекрасно для вас работает. Но, если у вас медийных каналов много, вы используете много охватки, у вас в балансе бюджета это существенная доля, в охватах это существенная доля, вам, к сожалению, в силу обозначенных причин, марков использовать нежелательно, просто вы будете получать очень сильно искаженную картину в пользу медики. Что же можно использовать? Есть так называемая модель Шепли, вектор Шепли, за которую Лод Шепли, ее создатель, получил Нобелевскую премию. В чем смысл этой модели? У нас с вами есть все тот же Антонио Бандера, все та же цепочка на тех же данных Яндекс.Метрика Адривер и все так же покупка автомобиля Феррари. В чем здесь нюанс? Как вы видите, восприятие цепочки у моделей принципиально разное. В первом случае он смотрит на каждый шаг, на каждый тип события. В другом случае для него важно только уникальное количество каналов, которые участвуют. Здесь я с уже позволения удалю лишний Май Таргет и объединю его с Яндекс.Директом. у нас с вами есть три игрока. То есть если мы здесь с вами говорим про касание каждого источника, то в данном случае у нас есть три игрока. Это Май Таргет, ВК и Яндекс.Директ. Май Таргет, Яндекс.Директ, ВК. Я специально поменял их местами, потому что для Шепли место, то есть позиция игрока в цепочке не играет значение, потому что он рассматривает игру. Чем закончилась игра? Не как шел розыгрыш. Вот здесь мы говорим, если проводить пример футбола, кто кому как пас давал, чем это все закончилось. Здесь ему важно, что на поле было три игрока, Май Таргет, Яндекс.Директ, ВК, и матч закончился победой этой коалиции, так это называется в математической документации. Это закончилось победой в виде покупки конкретного автомобиля. Шепли, к сожалению, разобрать на одной цепочке нельзя, так как он, это модель усреднения результатов в рамках всех доступных розыгрышей, поэтому мы это рассмотрим на примере большого количества розыгрышей, чтобы понять, как работает Шепли. Перед тем, как рассмотреть конкретные маркетинговые примеры, приведу два примера из жизни, которые чаще всего используют на математических факультетах для того, чтобы расширить варианты того, как вы можете понять работу модели. Первое, как чаще всего любят говорить в МФТИ. У нас с вами есть хор, и представим, что прослушивание идет таким накопительным эффектом. Заходит первый конкурсант, поет, ему ставят оценку 5, то есть все понимают, поет отлично. Заходит к нему второй конкурсант, и они поют уже вместе, и им ставят вдвоем снова 5, то есть понятно, что первый хуже петь не стал, второй тоже поет отлично, вместе поют великолепно, обоим ставят пятерки. Заходит третий игрок, третий конкурсант, и хор начинает петь уже на четверочку. Все понимают, первый, второй хуже петь не стали, оба молодцы, обоих уже оценили, соответственно, проблема в третьем. То есть здесь легко понять, что у нас третий присоединившийся человек поет хуже, чем первые два, и он фальшивит на их фоне. Есть второй пример. Если мы с вами разбираем футбол, представим, идет игра один на один, Пеле против, не знаю, Марадонны, и Пеле постоянно выигрывает. 1-0 в первом матче, 1-0 во втором, 1-0 в третьем в его пользу, и начинает играть два на два, команда, в которой есть Пеле, начинает проигрывать. Стало ли хуже играть Пеле? Нет, понятно, что мы с вами разбираем такие индивидуальные вещи, где результат может поменяться, но на большом количестве игр, которые как раз и рассматривают модель, у нас есть возможность усреднять результат. Особенно, когда мы это рассматриваем в рамках какого-то ограниченного во времени периода. Вернемся к маркетинговому варианту, который у нас с вами здесь изображен. У нас с вами есть Яндекс.Директ, который один принес 5 конверсий, то есть вот есть пользователь, он заходит в поиск, переходит по рекламной кампании в Яндекс.Директе и покупает наш 2-гожданный Феррари, вот их 5 продаж. У нас с вами при этом, например, в следующий период к Яндекс.Директу добавляется MyTarget. И результат становится 7 проданных автомобилей. Яндекс.Директ мы с вами не меняли, он как шел, так и идет, каким был, таким и остался. Соответственно, мы понимаем, Яндекс.Директ стал работать хуже, но скорее всего нет. То есть понятно, что в жизни, если мы рассматриваем длинные промежутки времени, там полгода, да, результат может меняться и есть специальные способы, то есть модель понятно работает гораздо сложнее, чем то, что я вам объясняю, она может это учитывать, но возьмем наш короткий промежуток времени и все-таки упростим. И предположим, что Яндекс.Директ в результативности не изменился. То есть получается, что Яндекс.Директ работал на пятерочку, по эффективности этой компании у нас результат 5 проданных Феррари, к нему добавили MyTarget, машин стало 7. То есть мы понимаем, вот у нас добавочный эффект 2. Система понимает, что MyTarget здесь является добавочным инструментом. Она не видела за отчетный период, чтобы MyTarget 1 продал, чтобы был такой вариант, что MyTarget там какое-то количество продаж. Но она видит, что если работает связка Яндекс.Директ и MyTarget машин проданных становится 7. Рассмотрим еще один вариант, при котором у нас Яндекс.Директ работает в паре с ВК. И здесь мы видим, что Яндекс.Директ и ВК дают 10 проданных автомобилей. То есть да, мы знаем, у нас есть замер, что Яндекс.Директ это 5 проданных машин. И мы знаем, что ВК мы не видели отдельно, чтобы ВК в одну калитку забивало, у него было какие-то собственные продажи с единственного касания. И мы понимаем, что ВК дает нам ничего себе добавочный эффект в виде еще 5 проданных машин. Вот здесь делаю оговорку, что на самом деле в реальности нет такого линейного перераспределения. То есть там учитывается количество розыгрышей, в которых участвует ВК. Есть ли варианты, при которых ВК нам ничего не дал, а Яндекс.Директ при этом имеет вот как раз такой эффект, когда он самостоятельно может нам давать результат. Но для общего понимания того, что я сказал, достаточно. То есть у нас задача модели оценить эффект добавления в коалицию нового игрока. То есть если у нас с вами есть сильный игрок, которого мы наблюдаем, и мы понимаем, что к нему кто-то добавляется, какой добавочный эффект дает игрок, который присоединился. Или игроки, которые присоединились. То есть модель абсолютно нормально воспринимает появление новых игроков. Она никак абсолютно не ограничена в этой оценке. Она может понимать, что если у нас добавился еще игрок, у нас появился какой-то дополнительный эффект. Подрезюмируем относительно Маркова никак не конфликтует и не ограничена и на нее не оказывает влияние переспам по показам, как это есть в Марковах. Потому что она рассматривает совсем другую математическую модель. Для нее важны игроки и чем их совместные действия закончились. Поэтому она рассматривает, чем совместные действия MyTarget и Яндекс.Директ и ВК за отчетный период закончились. Покупка автомобиля. понимает, вот они втроем это сделали. при этом она понимает в рамках например дополнительного периода или возьмем что у нас в этом периоде не только Антонио Бандера скупил машину, а чем закончились другие розыгрыши, которые мы здесь с вами рассмотрели. И как усредненный эффект от появления канала в разных цепочках приводит к результату в этих цепях. Что происходит? Усиливается коалиция, не усиливается? И это нам позволяет как раз в таких сложных вариантах когда у нас есть и медийные компании и перформансные которые одни могут открывать цепочку, другие могут ее завершать или быть в середине правильно оценивать добавочный эффект который привносит тот или иной инструмент своим появлением в цепочках. А поверьте компании всегда запускаются по-разному. Есть разные пользователи, кто-то уже знает о бренде и просто с органики покупает кто-то просто с контекста кто-то испытывает длинное пользуется большим количеством инструментов и у него длинные цепочки большой период выбора и он покупает не сразу там выборки всегда очень больший для того чтобы принимать решения и принимать их взвешенные правильно здесь хочу отметить что шепли за которую получил нобелевскую премию модель которая в маркетинге активно используется и доказала свою эффективность ей пользуются и Google как я уже говорил и Adobe и другие корпорации да у нее есть проблема ее очень емко считать то есть это модель которой вот так нахрапом быстро не подойдешь то есть для того чтобы подготовить к ней данные для того чтобы ее написать потому что ее нет в готовом виде требуется большое количество ресурсов и даже например на Python она крайне плохо работает и очень требовательно к ресурсам взять и на таком хорошем большом клиенте посчитать ее на своем компьютере уже не получится и в этом ее проблема почему ее редко используют когда пытаются внутри компании сделать модель атрибуции на этом хочу закончить надеюсь видео было для вас полезным спасибо всем кто смотрел подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш telegram всем удачи и пока субтитры ně